Мимо забора пробираемся к мостику через Лыбидь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Сейчас мы находимся возле устья речки Совки, где она впадает в Лыбидь. Глубина Лыбиди здесь немного выше колена, поэтому если постараться, то можно ее перепрыгнуть с разбега. Да и совка здесь не особо глубокая. Да, но если тут встать, то будет чуть выше щиколотки. Ну а Лыбидь вся поперек заграбождена замусорными трубами. Растут ивы. С той стороны совка течет с улицы Гринченко и со стороны Байковой горы. В тех окрестностях она проходит по территории завода Киевгумы. Здесь совка протекает под мостом железнодорожным, а вот там дальше она вытекает из подземного коллектора. Там дальше виден коллектор. От воды очень воняет химией, поскольку сюда сбрасывают отходы десятки автомоек. Сейчас мы с Колей пройдем над железной дорогой и последуем в сторону Байковой горы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот совка выходит из коллектора такого. Мы туда лезть не будем, мы пройдем по наземной части. Тут все еще стоит этот домик заброшенный. Идем в сторону оставшихся корпусов Киевгумы, в сторону берлизовых огородов, которые мы посещали в серии амплитуды Пробашков-Ярд. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мы на улице Изюмской. Тут слева от нас уже разрушены корпуса Киевгумы. Осталась только стена с окнами. Вот давайте заглянем в окно. Вон там. А вот и совка там. Вот видишь, вот она протекает. Да, сейчас я... Вот тут видно она в бетонном таком русле. Подходим к пересечению Изюмской с Кировоградской и сворачиваем на Кировоградскую вдоль Байковой горы. От нас по левую руку на закрытой территории Киевгумы протекает речка Совка. Но этот ее отрезок мы вам показать не можем, потому что туда нельзя пробраться. Поэтому мы идем дальше по Кировоградской. И вот мы углубляемся в застраиваемую долину Совки. Впереди видны уже подъемные краны с одной и другой стороны. Слева все еще за забором протекает Совка. И там она прячется в бетонный коллектор. Мы сейчас идем против течения Совки. Вот там виден ее правый берег. А вот ее левый берег с местностью, которая называется Забайковье. Там частный сектор, а за ним байковые кладбища. И мы идем в долине Совки. По левую руку от улицы Кировоградской Совка протекала под тем холмом, но сейчас она там течет уже под землей. Мы подойдем к ее поверхностному руслу немножко дальше. Снова продолжаем двигаться против течения по улице Кировоградской. Вот впереди уже слева стройка, а там были разные гаражи какие-то, еще что-то было там. Сейчас мы свернем в сторону от Кировоградской налево в сторону холма, на котором стоит Мауп. И покажем вам остатки поверхностного русла Совки. Вот такая свалка. Вот холм, где стоит Мауп. Так, выбираем сейчас. Осторожно, тут скользко очень. Можно загудеть в воду. Вот тут Совка выходит из-под мостика внизу Прометовского спуска. Вот оно. А вот с другой стороны она выходит из коллектора, со стороны стройки. Вот тут, в месте условного перекрестка улицы Монтажников, Кировоградской и Прометовского спуска, вот с той стороны в Совку впадал приток из Башкова Яра. Совка сейчас протекает вот под этим строительством. В коллекторе мы идем к нижнему каскаду Совских прудов. Вот там, где строительная техника и прочее, это сейчас прокладывает большой коллектор вдоль нижнего каскада Совских прудов. Мы сейчас пройдем мимо этого строительства и свернем на нижний каскад. Вот самый нижний, один из самых нижних прудов каскада. Вот сейчас мы пройдем еще туда. В принципе, это вот отстойники канализационные. Туда сбрасывают, туда поступают нечистоты, которые сбрасываются со стороны улицы Мистецкой. Вот тут, там проход есть. Мы сейчас пройдем в сторону Краснозвездного. Так, ну вот это импровизированные поля орошения на Совских прудах. Вот весь самый нижний пруд, он превращен фактически в отстойник. По левую сторону от нас Краснозвездный проспект, 120 его номера. А оттуда идут Совские пруды. Вот это самый нижний пруд. И там, как на поверхности, так и в подземной трубе протекает Совка. В принципе, так смотришь, очень красиво, но вот там все в нечистотах. Мы сейчас туда сходим. Мы пройдем так, чтобы выйти к речке Ванючке, показать ее. А потом от нее мы пройдем непосредственно к Совке. Все меняется на глазах. Еще год назад слева были какие-то автомастерские, еще что-то за заборами. И тут была такая проходная дорога, известная только местным. Вот мы сейчас по ней поднимемся, поднимемся мы к автозаправке. Ага. Вот, кстати, мы спустились к этому самому нижнему пруду. То есть среди камышей скрывается действительно пруд. Я не знаю, какова тут глубина. Вот мы и подошли к другому берегу Совки, к Краснозвездному проспекту. Тут лестничек. Сейчас мы вверх поднимемся, выйдем на Краснозвездный. И вот мы вышли на Краснозвездный проспект. Слева от меня во враге лежит нижний каскад Совских прудов. А сейчас мы проследуем к речке Ванючке, которая впадает в этот нижний каскад. Мы идем вдоль Краснозвездного проспекта. Он такой стрелой идет в сторону Александровской Слободки. Затем Чоколовки и Соломинки. Вот это вот слева так называемый дом стекольщиков, дом работников стекольного завода. Позади нас за школой имени Лобановского строится очередной ЖК. Давайте заглянем в этот овражик. Вот такой овраг. Нижний каскад Совских прудов лежит в большой котловине между Краснозвездным проспектом и улицей Кировоградской. И мы сейчас идем вот именно сейчас по периметру этой котловины за этим домом, по-моему это Краснозвездный 126Г, может быть и нет, в проспект вливается улица Мистецкая. Под ней из частного сектора района, который называется Ширма, вот это все Ширма, под улицей Мистецкой в коллекторе протекает давний ручей, совмещенный с канализацией. Поскольку в частном секторе там нет как бы официальной канализации, то местные сделали врезки. И нечистоты человеческие, они без какой-либо очистки попадают в совку, вернее как, очисткой служит вот собственно нижняя часть нижнего каскада. И уже сейчас в приближении истока речки Вонючки, если вдохнуть воздух, начинает чувствоваться характерный запах. Вот, а оттуда улица Мистецкая подходит к Краснозвездному. А сейчас мы идем вдоль ручья, который является притоком Сурки. Диггеры называют этот ручей ветеринарным, а местные жители речкой Вонючкой. Вот, он протекает под улицей, вот мы идем над коллектором, над ручьем этим. Мы не знаем, где именно он начинается, но вот эта улица, она лежит в таком овражке, овражек извивается. Вот этот дом на Краснозвездном проспекте построен на роднике. Вот, ну а мы пойдем дальше по улице. По ходу ручья этого бывшего он показан на картах, например, 1940-х годов. Глубляемся в район, который называется Ширма. Вот, Ширма это известный лабиринт для таксистов. Таксисты тут теряются. Где-то сколько процентов потерявшихся в Киеве таксистов больше никогда не вернулись домой? Где-то 70 или 75, не помнишь? 78. А, 78, да, это Госкомстат. И вот, а, почему он назван ветеринарным, этот коллектор, ну и ручье. Потому что он идет от находящейся на улице Гвардейской ветеринарной клиники. В самой клинике вот внутри, там есть люк. Так вот, мы прошли по улице Мистецкой. Мистецкая поворачивает туда, в сторону Краснозвездного, а дальше идет Гвардейская. И вот на Гвардейской находится ветеринарная клиника, давшая имя коллектору, проходящему под эту улицу. Ну и ручью, соответственно. Вот там домик, это магазин, а за домиком ветеринарная клиника. Проходим мимо этой ветеринарной клиники. Такой вот домик, старенький домик. А вот мы подходим к перекрестку. И заметно, как овраг сворачивает вправо. Холм такой интересный. На холме скверик. И в скверике памятник. И вот мы продолжаем идти по ходу этого ручья. Это улица Гвардейская. Вот такие стоят. Старая застройка, уже и новая застройка. И реклама местного интернета. Эта улица лежит, проложена по дну оврага. И вот по этому дну когда-то и протекал ручей. Ну вот где-то тут и начинался ручей. Мы же сворачиваем с Гвардейской наверх. Вот улица Говорова, перекресток. Типичная современная ширма. Отходят переулочки, улочки во все стороны. Это мне как-то запомнить улочки в Судаке. Сейчас вот мы тут поднимемся к скверику этому. Тут такие подъемы, что велосипедисты не заезжают. Даже на горных велосипедах. Посмотрим, что за улица. Улица Краматорская. Вот такой уголок старенький. Видишь, даже лавочки возле заборов. И мы выходим к одной из самых высоких точек ширмы. Вот, видишь, классический частный сектор, где тротуары оборудованы лестничками на крутых подъемах. Краматорская нас привела к скверу. Идем в обход его. Это сквер на вершине, которую мы показали снизу. В Киеве уже осталось немного водных колонок. Она, наверное, уже не работает, но хотя бы сохранилась. Это? Да, все уже. Вина не будет. Там ничего нет. Есть еще одна водная колонка рабочая на улице Казацкой. Вот. Теперь мы будем спускаться с этого. А, вот, идем еще, подойдем к памятнику. Там памятник. Идем туда. На рамку. Подойдем к памятнику. Как видим, некогда вполне светский памятник был надстроен при помощи креста. Внизу поставлены иконы, шоссы. Это касса взаимопомощи. Насколько я помню, вот этот крест и поставленные знамя и планшеты, они появились только несколько лет назад. А раньше просто был каменный обелиск. Так, спускаемся в сторону Краснозвездного проспекта. Вот открывается вид на Александровскую Слободку, Костопальню. И на Краснозвездный проспект, к которому мы спустимся. Идя по прямой, мы так выйдем на улицу Мистецкую, а с нее уже на Краснозвездный. Вон там, на заднем плане, видим, как выросла высотка над Собскими прудами, над нижним каскадом. Вот мы подходим к истоку вонючки отсюда, но мы его сейчас покажем снизу. Вот она весьма, кстати, такой сильный ручей, но он очень грязный, мутный. Давайте мы его отсюда покажем. Но интереснее смотреть, разумеется, снизу. Сейчас мы спустимся. Я близко не подойду, так как цепок специфический. Да, да там, вся таблица Фенделеева усиленная. Так, вот мы спускаемся в котловину нижнего каскада. Место очень специфическое, перегорожено гатями. И вот исток речки вонючки из большой трубы. Мы видим, что тут еще две малые трубы стараются. Вероятно, вот это от АЗС какой-нибудь или автомойки. Вода очень мутная, грязная. Русло захламлено. Вдоль него растут старые деревья. И мы последуем по тропе к непосредственно речке Совки. А вот вонючка идет справа от нас и потом сворачивает на эти поля орошения, так сказать. Тут стоит просто невыносимый запах химии. И эта вот водичка, она весело струится в нижних каскадцовских прудов. Все берега покрыты нечистотами. Хотя этот приток прямо не впадает здесь, в Совку. Он бежит вот туда и образует там естественные, так называемые, канализационные луга. Отстойник. Мы же выйдем к основному руслу Совки. Глубина тут небольшая совершенно, то есть по щиколотку. Но ручей довольно такой живой. Он виден на старых картах. А слева уже тут? Да, вот слева открывается вид на... Ну, еще не открывается, прячется за камышами на... Один из основных прудов нижнего каскада. Он отделен от речки Вонючки Гатью. Вонючка ушла дальше. А мы идем по тропе. Сейчас мы свернем. Посмотрим на пруд. На мостках сидят утки. Такой сохранившийся уголок нижнего каскада Совских прудов. Плавают утки. Зимой эти пруды промерзают практически до самого дна. Потому что тут глубина небольшая, в принципе, но и немалая. А вот под каскадом Совских прудов находится отложение ила глубиной 15 метров. Это примерно как, думаешь, дом какой высоты будет? Сейчас прикину. Ну, это где-то как пятиэтажный дом. Пятиэтажный дом. То есть, можно сказать, что раньше котловина была глубже на высоту пятиэтажки. Так, вот мы идем к мостику через Совку. Давайте еще посмотрим налево. Вот заросший травой пруд. Он простирается до дальних деревьев. Еще несколько, ну, может быть, лет пять назад на Совских прудах жили бобры. А вот и Совка. Она протекает между двумя прудами. Один вот туда, ближе к улице. Монтажниками на горе. Другой пруд ближе к колеснозозному проспекту. О, кстати, она на этом бревно, если я залезу, не упаду. Нет. Вот Совка она протекает с той стороны. Под мостик, она же тут была бревно. И течет дальше. Сейчас подойдем к любопытному месту. Вот видим, как уже застраиваются, застроены склоны Совки. За этим домом монтажник район. Мы там были в прошлой серии, в одной из прошлых серий киевской амплитуды. Сейчас мы идем по искусственной гате, под которой находится труба, в которой протекает часть Совки. А слева этой гате протекает другая часть Совки. Очень чувствуется запах химии, потому что сюда сливают всякую гадость. И вот, вот мы видим Совку. Мы пойдем дальше вдоль русла и параллельно к Краснозвездам. Пруд перетекает в Совку посредством нашего ручейка. Здесь еще сохранились чуть ли не вековые ивы. Отломанные ветви, похоже, на доставленные руки великана. Вот и лицо. По берегам растут толстенные ивы, сросшиеся стволами. Это старые деревья. Сейчас мы снова пройдем дальше. Мы сейчас просто идем насквозь через нижний каскад прудов. Заодно обозревая окрестности. Там по левую сторону от нас тоже пруд. То есть сначала идет Краснозвездный проспект, потом пруд, потом Совка, Гать, пруд. И там улица Кировоградская. Между прудами и Совка раньше были проходы. Вот сохранилась какая-то часть такая. Ну, давайте глянем на Совку здесь. В этом месте такое бойкое течение довольно. Да, тут вполне мы можем ее перепрыгнуть в Совку. Вот мы перепрыгиваем речку. Не всегда человек способен перепрыгнуть в речку. А мы как былинные богатыри. Да, но у них там это самое особые гони были. Да, с подкрышками. Но мы сейчас вернемся на эту сторону, потому что эта сторона интереснее. Однажды мне в рот попала вода. И из именно вот этой части потока. И где-то час я ощущаю во рту странное сжение. Ого. Дальше будет место, где эти люки кто-то спер. Вот. И там просто туда сунули палку, чтобы никто не упал. Вот тут Совка выглядит более естественно. Естественно, но в принципе это Совка, пущенная в каком-то рукотворном канале. Потому что тут вся местность, она потерпела огромные изменения в результате хозяйственной деятельности человека. Люди стали запруживать Совку испокон веков. Сначала на ней были плотины, которые помогали работать мельницам. После на прудах разводили рыбу. И последний пользователь Совских прудов, это был совхоз Совки, который как раз разводил здесь рыбу. Вот. Совхоз Совки расширил эти пруды. И, ну, огромное было у них хозяйство. А зимой они вырубали с поверхности прудов лед на продажу. Следуем дальше. Против течения Совки. По тропе вдоль и на Гате. Вот. Посмотрим еще. Такой вид. В камыши убегает маленький утенок. Он спрятался там. Трудятся строители. Спокойная и относительно чистая вода. Растения отфильтровали. На заднем плане под горой Кировоградская улица. А на горе Монтажников. Вдоль всюду стоят большие деревья, которые не подались, вероятно, даже тем, кто хотел их спилить. Потому что на них шрамы от бензопилы и топоров. Разумеется, все русло сильно захламлено. Вода вонючая. Перепад высот. Очень такое комариное место. Воздесущие люди принесли сюда мусор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Глубина здесь примерно по колено. Может чуть выше. Вот тут совку. Вот тут совку. Вливается из соседнего пруда вода. А вот слышен шум водопада. Там небольшой водопад. Мы сейчас туда подойдем. Шум водопада нарастает. Справа видим канализационный люк. И под нами тоже течет совка. Так, вот мы приближаемся к водопаду. Да, вот я сейчас сюда выйду. В некоторых особо запруженных местах. На совке можно наблюдать настоящие водопады. Виктор А.Кулакова В какой-то мужчина пробежал. Угу. Угу. И смотрим опять в другую сторону, на Кировоградскую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Докалияна Докалияна И вот тут, кстати, еще одна гать перегораживает пруды и упирается в Кировоградскую И там есть родничок, ручеек, вернее, из трубы Мотор Здесь за остановкой улицы Купянская в Севских пруды впадает многоизвестный приток И давайте на него посмотрим, пока его еще не засыпали Вот там спуск, куда-то Лестничка осталась такая Ну, во-первых, то слив такой идет, а вот из трубы Такой слив Родник Если проследить вверх по старым картам, то там, на другой стороне Кировоградская улица Овраги Вот из этого оврага и затекает взятый в кругу родник И далее тропа идет в Севские пруды И далее тропа идет в Севские пруды Панорама улицы Кировоградская под холмом Монтажника И слева нижний каскад Севских прудов Мы сейчас подойдем к следующему пруду В нем стоят сухие деревья Мы уже приближаемся К перекрестку улиц Кайсарова, Кировоградский, Краснозвездного проспекта Слева от гати Уже довольно широкое и песчано-каменистое дно совки Нарастает шум машин Под нами все еще люки Мы идем тоже над водой По одну сторону растут ивы, тополя А по другую можно встретить грецкий орех Встречаются такие места, где раньше была роща О чем красноречиво свидетельствуют оставшиеся пеньки О чем красноречиво свидетельствуют? О чем красноречиво? Вот совка тут уже такая, что ее и не перепрыгнешь-то О чем красноречиво свидетельствуют? О чем красноречиво свидетельствуют? Я так вот гида-кидываю Продолжение следует... 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 Продолжение следует...